Сегодня в Центральном районном суде Омска продолжили рассматривать уголовное дело в отношении Юрия Гамбурга. Отстраненного от дел первого зампреда правительства Омской области обвиняют в восьми преступлениях, а именно в махинациях с землей. По версии следствия, из-за действий чиновника госбюджету причинен ущерб на сумму более 400 миллионов рублей. На заседание явились представители потерпевшей стороны и не обошлось без ходатайств. Все тот же адвокат Олег Любушкин заявил, что в процессе участвует пристрастный прокурор, который с самого начала убежден в виновности подсудимого. Мнение сторон, а также комментарии самого Юрия Гамбурга в нашем следующем сюжете. С точки зрения закона, статья 61, иные обстоятельства, которые позволяют участникам процесса усомниться в беспристрастности представителя государственного обвинения. На самом деле, в беспристрастности прокурора Сергея Троценко в очередной раз усомнилась лишь команда адвокатов. Ни судья, ни потерпевшая, это представители Минфины и Департамента имущества подобных ходатайств не заявляли. Олег Любушкин акцентировал, у него есть весомые доказательства. Протокол заседания по избранию меры пресечения, на котором Троценко заочно заявил о виновности Гамбурга. Встал прокурор Троценко в премию и заявил, что он, цитировал, глубоко убежден, что все чиновники, по которым возбуждаются уголовные дела, должны сидеть. Видя перед собой чиновника, по фамилии Гамбург Юрий Викторович, убежден в том, что он должен сидеть, что озвучено в публично-правовом пространстве. Прокурор Сергей Троценко удар держал. На вопрос судья о самоотводе ответил отказом. Пояснил, что адвокат Любушкин вырвал его слова из контекста. Его позиция основана исключительно на нормах закона. Троценко отметил, что все его доводы ранее поддержал суд. Решения вступили в законную силу. Что касается обстоятельств, свидетельствующих о моей какой-то неправовой заинтересованности в исходе дела, то, полагаю, суду стороной защиты они не предоставлены. И свидетельствующим прошло счастье, что вы приняли в ходатайство отсюда. Судья Полищук выслушал доводы сторон, принял решение в удовлетворении ходатайства отказать. А это значит, слова Любушкина не были убедительными. Троценко оставили в процессе. Самого Юрия Гамбурга такой поворот событий не расстроил. Отвечал на наши вопросы Гамбург вежливо и с улыбкой. Такое позволяют себе немногие чиновники, которые сели на скамью подсудимых. Нам нужно только доказать в судебном соцсетании мою невиновность. По-другому я никогда не выражал. Потому что все действия, которые я делал, я делал в связи с законами. Ни одной нужно в этой части законодательной я не нарушил. Поэтому здоровье пока более-менее. На этом сюрпризы от Любушкина не закончились. Он продолжает требовать, чтобы Гамбурга выпустили из СИЗО. Адвокат вспомнил про личное поручительство губернатора. Виктор Назаров в прошлом году написал, что отвечает за своего подчиненного. Что тот не скроется, находясь под подпиской о невыезде. Алексей Полищук сказал, что ему следует уточнить сроки действия поручительства. Заседание продолжится 10 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова